Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение урока PTE Conceptor. Первую часть сможете посмотреть в подсказке вверху. В прошлом уроке, я обещал показать создание кисти и как раз сейчас об этом поговорим. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите и я начинаю. Перед тем, как я начну рассказ о создании кисти, я хотел бы исправить допущенную ошибку в первой части. Кисти в верхней панели это все, что Вы добавляете в программу. В данном случае, у меня их очень много, но у Вас при первом запуске эта панель будет абсолютно пустой. В нижней панели находятся кисти, которыми делятся пользователи. Как делиться своими кистями, я тоже расскажу в этом уроке. А именно STAY в пакете идут верхние кисти, которые находятся здесь. Еще один момент, о котором хотел рассказать. Когда Вы скачиваете бесплатную версию, при желании в справедливой цене, можно поставить не только 0. А любую сумму, которую Вы хотите задонатить разработчику на развитие программы. То есть, все очень просто. Поставив 0, Вы скачиваете программу абсолютно бесплатно. Но введя любую сумму выше 0, Вы как бы благодарите разработчика от всей души за весь проделанный труд. Итак, я начинаю рассказ о создании кисти. Для создания KitBash кистей, Вы можете использовать любую программу моделирования или скульптинга. При этом, Вы можете моделировать классную сетку и после TAY не делать ретопологию. Например, если я возьму данную кисть, растяну ее в пространстве и нажму F4, Вы увидите нормальную сетку и это одно из преимуществ TAY. У Вас всегда есть выбор делать Remesh или оставлять нормальную топологию. И естественно, это зависит от того, какую модель Вы импортируете. Для KitBash я смоделирую простой Hard Surface объект в ZBrush. А кисть, предназначенную для рисования, я создам с помощью инструментария самой TAY Conceptor и 3D Code. Выбрав обычный примитив, я приступаю к созданию простой детали с помощью ZModeller. Кстати, в подсказке вверху, Вы уже можете посмотреть первый урок по этому замечательному инструменту. Естественно, Вы можете создать что-то гораздо сложнее. Но я не буду тратить на это время, так как для урока будет достаточно любой простой модели. Создание сложных моделей, я уже буду показывать в практической части, когда будем говорить о использовании TAY для Production. И так, я доволен тем, что получилось. Экспортирую данную модель в Ops и возвращаюсь в TAY Conceptor. Далее, все очень просто. Идем в меню File, выбираем Open Scene. Кликаем на нашу модель и если ее не видно в сцене, несколько раз кликаем на кнопку Scale X 2.0. Таким образом, у нее будет правильный масштаб. И эту модель можно будет использовать для создания custom кисти. Кстати, я прошу учитывать тот момент, что для модели в TAY Conceptor не работает группа сглаживания. Так как изначально, она не была предназначена для Hard Surface. И разработчик все еще работает над улучшением viewport. Так как это не совсем легкая задача в программировании и требует времени. Но это лишь визуальная часть и я думаю, что это не остановит Вас в создании крутых роботов или других Hard Surface моделей. По крайней мере, меня это не остановило. Ведь при экспорте, все модели выглядят отлично в других редакторах. Главное, что топология ZBrush сохранилась и модель не имеет никаких проблем. Естественно, если Вы сделаете фаски, модель будет выглядеть гораздо приятнее. Но в данном случае, я хочу показать, что в TAY можно спокойно работать с Low Poly моделями. Итак, чтобы создать кисть из этого объекта, сначала нажимаем на New и таким образом, у Вас появится Unsorted категория. И в ней будет лежать Ваша кисть. Но ее нужно отредактировать и импортировать данный объект как Git. Для этого, два раза кликаем на ней, выбираем вкладку Form и нажимаем Get Ops From Scene. Таким образом, Вы уже сможете рисовать данным объектом. Но пока у него нефиксированная геометрия и все ужасно деформируется. Поэтому идем в вкладку Stroke и выключаем опцию Deform Alone. И обязательно включаем опцию Keep Proportions. Потому что без нее, у Вас все равно будет растягиваться модель. А нам нужен KitBash. Включив данную опцию, Вы получите нужную кисть, которую можно использовать для этой задачи. Также, Вы можете настроить точку, с которой будет производиться позиционирование модели. В данный момент, как можете заметить, модель позиционируется от центра. Чтобы это изменить, идем в вкладку Form и например, с помощью инструмента Move и четырех кнопок внизу, смещаем модель как душе угодно. В итоге, у Вас изменится точка позиционирования и важно не забывать об этих инструментах. Так как не всегда позиционирование от центра может быть удобным в KitBashing. И уже с таким позиционированием, можно формировать абсолютно другую идею и восприятие модели. Затем, после всех настроек кисти, добавлений модификаторов, о которых мы поговорим чуть позже и так далее, Вы можете ее сохранить. Задать имя в поле Name, сделать публик и поделиться со всеми. Такая кисть будет храниться на специальном сервере или наоборот выбрать Privat только для Вас. И в таком случае, кисть будет храниться у Вас на жестком диске в папке Brushes. Затем нажимаем кнопку Save и кисточка будет сохранена в библиотеке. В любой момент, Вы можете два раза кликнуть на ней, поменять настройки, добавить модификаторы и сделать любые манипуляции. Чтобы поместить кисть в определенную категорию, нажимаем на кнопку Sort и у Вас появится меню. В котором, Вы можете создать свою категорию или с помощью стрелок помещать кисть в разные категории. При нажатии на стрелку вверх или вниз, у Вас будет меняться имя категории и кисть постепенно будет перемещаться между ними. Как можете заметить, иногда перемещение останавливается, но имя категории меняется вот здесь. Кстати, мне кажется смена категории была бы удобна в настройках самой кисти, когда мы кликаем на нее. Я уже говорил об этом Арсению и надеюсь, что он реализует эту идею. Если Вы тоже со мной согласны, ставьте лайк и пишите об этом в комментарии. Может быть у Вас еще есть какие-то предложения. Не забываем, что TAYA еще в бета-тесте и все может кардинально поменяться, также благодаря Вашим замечаниям. Кстати, забыл сказать, что редактируя кисть, Вы можете делать кучу разных деталей, благодаря смене позиционирования, масштаба и так далее из одного объекта. То есть просто заходим в редактирование кисти, делаем изменения, клонируем и так до бесконечности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В данный момент, я показываю поверхностно все возможности настройки кисти. К этому важному пункту, мы еще вернемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас давайте поговорим о том, как с помощью TAYA Conceptor и 3D Code создать какую-нибудь кастомную органическую кисть, которая будет прекрасно работать с Deform режимом. Начнем с того, что создадим какую-нибудь концепцию в TAYA, затем экспортируем в код, доработаем и снова вернемся в нее, чтобы создать такую крутую кисть. Но перед созданием, я хочу научить вас пониманию еще двух инструментов TAYA Conceptor, которые пригодятся в этом процессе. Так как имея эти знания, вы уже сможете создавать сложные объекты для редактирования в 3D Code и так далее. Для создания органических форм, я просто обожаю использовать эти два инструмента. Свой рассказ я начну с первого инструмента Lazy Tool. Чтобы его выбрать, кликаем на эту иконку и давайте разберемся, в чем же его преимущество. Я думаю, каждый из вас знает этот инструмент 3ds Max. И первое, что вас впечатлит в TAYA, это то, что вы сразу видите профиль объекта вращения. То есть, вы не начинаете создание сплайна и кучи махинаций. Вы просто берете и рисуете нужный объект вращения. Это настолько просто реализовано в TAYA, что за минуту вы можете создать миллионы таких объектов. Причем, профиль может быть не только круглый, а иметь любой базовый сегмент и редактируется он в этом поле. Смотрите, так выглядит процесс создания обычного тела вращения. То есть, просто удерживая левую кнопку мыши, рисуем профиль во вьюпорте и сразу же видим, что у нас получается. После того, как вы отпустите кнопку мыши, вы получите готовый Lazy объект. То есть, я думаю, вы представляете, насколько быстро можно создать ту же колонну, вазу и так далее. И вы же помните, что с этой формы можно создать крутую кисть. То есть, для того же гриба можно создать любую шляпку за пару секунд. Теперь давайте поговорим о создании не круглого профиля. Подсказка по работе с инструментами для профиля находится прямо под ним. Давайте используем какой-то такой профиль. Как видите, с другим профилем можно получать абсолютно другие модели и детали для вашего Китбаша. Да и любой органической кисти. Можно создавать сложные колонны, постепенно увеличивая количество точек в нем. И если поменять режим работы с началом и концом объекта, например на holes... Вы сможете создавать какие-то открытые трубы. Есть также bridge, с которым получается такой эффект. Но я в большинстве случаев использую cup. Так как мне проще всего работать с такой формой. Например, у вас может быть необычная головка гриба. Это все, что я хотел рассказать о первом инструменте. В следующем уроке поговорим о втором. С Вами был Кривуля Андрей Charlie. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok